Как обставить мебелью небольшую жилплощадь? В этом видео я расскажу об основных правилах выбора и расстановки. А поможет мне в этом гипермаркет мебели и товаров для дома Столплит. А с вами Попова Екатерина, дизайнер интерьера. Поехали! Перед покупкой мебели не поленитесь. Начертите план с расстановкой мебели. Будет очень обидно, когда вам привезут мебельную композицию, и один из предметов попросту не поместится. Обмер помещения можно сделать самостоятельно. Или заказать его у профессионала в компании, где вы будете приобретать мебель, чтобы не упустить ни одной детали. Учитываем трубы отопления, толщину радиаторов отопления, всевозможные выступы. После обмерочного плана можно приступать к расстановке. Кстати, у меня на канале есть видео о том, как самостоятельно начертить план с расстановкой мебели. Ссылку ищите в описании под видео. Переходим к выбору. Предположим, что нам необходимо купить мебель для квартиры с уже сделанным ремонтом. Начнем с прихожей. По моему мнению, в маленьких прихожих стоит выбирать мебель на металлических высоких ножках. Если в маленькой прихожей находится больше, чем один человек, то кто-нибудь обязательно заденет обувью и испачкает мебельный фасад. Высокие ножки позволят без труда сделать влажную уборку под предметами интерьера. И вам не придется убирать мелкие кусочки реагента из-под плинтуса. Шкаф для верхней одежды может быть по глубине 45 см вместо 60 см, как в этом варианте. Посмотрите, внутри помещается торцевая вешалка для полноценных плечиков, а сбоку еще полки для перчаток, шарфов и всяких разных мелочей. Зеркала в полный рост в маленьких квартирах также лучше делать в мебельных фасадах, как в этом случае. Они во входной двери. Причины все те же. Входную дверь запросто можно задеть обувью, и вам придется регулярно отмывать зеркало. Если вам хочется открытые крючки для повседневной верхней одежды, то обратите внимание на настенные панели с полкой и крючками. Хороший выбор – многофункциональная скамья для обуви. А если у вас длинный узкий коридор, то мебельную композицию можно продлить при помощи комода и настенных полок. Бытует мнение, что если квартира небольшая, то обязательно все шкафы нужно делать до потолка, чтобы максимально использовать площадь помещения. Однако шкафы до потолка хороши только в том случае, если их устанавливают в нише. А если мы видим торцевые части мебели, то выбирать стоит мебель высотой ниже, чем ваши потолки на 30-50 см. Видимое пространство над шкафами увеличивает объем комнаты, и мебель не выглядит гигантской. Угловые шкафы в небольшой комнате – просто находка. Посмотрите, какая просторная эта секция. В ней можно хранить не только одежду, но также чемодан, пылесос и другие крупногабаритные предметы, которые в маленьких квартирах, как правило, некуда пристроить. Также хороши угловые шкафы для продолжения мебельной композиции, как в этом варианте. Зона гардеробной плавно переходит в телевизионную часть мебельной композиции. Все выглядит гармонично и не загромождает комнату. В маленькие помещения лучше выбирать мебель светлых оттенков. Темные тона визуально утяжеляют интерьер. Если вы планируете устанавливать большой вместительный шкаф, то присмотритесь к фасадам белого цвета с глянцевым покрытием. Они максимально отражают свет, и помещение визуально увеличивается. Зеркала тоже хороший вариант, но здесь нужно учесть, что в нем будет отражаться. Если это часть стены, кусок прихожей и еще какие-то не самые симпатичные детали, то лучше все же от зеркала отказаться, так как в отражении вы всегда будете видеть несовершенную картинку. Мебель без ручек – отличный вариант для маленьких квартир. Комоды, шкафы без ручек выглядят целостно, ведь мы не обращаем внимания на количество ящиков и дверок. Если отдельно стоящая мебель до потолка – это не самый лучший вариант, как говорилось ранее, то подвесные полки для хранения – вполне себе рабочая версия. Посмотрите, как функционально использована площадь комнаты в этой композиции. Вместо прикроватных тумбочек установлены шкафы. Можно сказать, два в одном. И шкаф, и тумбочка. Открыли дверку, положили туда телефон, поставили стаканчик с водой и закрыли. Всегда чисто и опрятно. В дополнение над кроватью установлены открытые полки для книг и закрытые шкафчики для личных вещей. Далее угловой шкаф и комод. Прекрасное обустройство маленькой спальни. А если вы не смотрели мое видео о том, как обустроить маленькую спальню, то переходите по ссылке в описании под видео. Двигаемся дальше. Для маленьких комнат можно использовать не только светлые, но и холодные оттенки. Давайте сравним практически две одинаковые кухни по площади. Но одна в песочной расцветке, а другая в нежно-голубой. Кухня в холодных тонах выглядит просторнее, так как холодные оттенки отдаляют зрителя, а теплые приближают. Почему-то выбор обеденных компактных кухонных столов совсем невелик. И чтобы найти подходящую модель, придется постараться. Здесь я могу показать вам два замечательных варианта. Круглый классический стол «Медведь» диаметром 85 сантиметров. И круглый стол в скандинавском стиле всего 80 сантиметров в диаметре. Еще один важный пункт при выборе мебели в небольшую квартиру выдержать единую концепцию. Тут не стоит совмещать лофт и классику или минимализм с провансом. Постарайтесь выбрать мебель для всей квартиры в одном стиле. Если это классика, то так. Если современный, то так. Понадобился компактный диван, который в разложенном виде не займет всю комнату? Обратите внимание на этот вариант без подлокотников. Компактный, удобный и симпатичный. Надеюсь, мои советы по выбору мебели для маленьких квартир вам обязательно пригодятся. Все, что вы видели сегодня в кадре, находится в гипермаркете «Столплит». Ссылку ищите в описании под видео. Здесь вы сможете купить все, начиная с посуды, заканчивая гардеробными и шкафами. Всем пока и до новых встреч. Не забывайте поставить пальчик вверх и подписаться на канал.